Так, запись пошла, сейчас идет первый матч плей-оффа, мы, к сожалению, рестримим с несколько другой, с Азубу рестримим, периодически подлагивает Азубу, но надеюсь, что лаги будут... Блин, лаги часто. Окей, Юмико играет против 120, Андеда, единственного, кстати, Андеда, который остался на турнире, и, наверное, надо сделать потише товарищей комментаторов, я слышу, что... Так, давайте я сделаю все-таки 500... 540p, а не Full HD. Для Warcraft это хватит. Азубу тоже через лайвстримеры говорят, можно смотреть, но окей. Просто я быстро это сейчас не сделаю, да и не факт, что там будет лучше в плане лагов. Да, это Warcraft особый, действительно, с продакшеном, слева продакшен, вкладка, она уже была, вчера светилась, и подсвечивается количество, и показывается количество хп, это очень похоже на старкрафтерскую тему, потому что видно, что производится слева, есть вкладки соответствующие, не только продакшен, но, видимо, что-то еще. А количество хп и мана очень напоминает интерфейс героев в Старкрафте, то есть там же тоже, если в компанию играли, помните, такие над героями есть индикаторы. Жалко, кстати, что в Старике нет элементов РПГ, так игра, конечно, преображается, если сбалансировать все. Но, естественно, нет, все, я не буду ничего говорить. Была бы совсем другая игра. Если что, просто меняешь ссылку, понял, хорошо, попробую в следующей игре это сделать. Они играют до двух побед, сетка Double Illumination, то есть теоретически проигравший, он может еще продолжить, ну, продолжает сражаться и может даже выиграть турнир. В данный момент идет Криппинг, Криппинг Экспанда, не пытаются добить почему-то мелкие, нет, добил одного гнола с ядом. Скелеты полный хаос. Самое, конечно, главное это забрать большого гнолу Громилу, у него, за него много дает экспы. Очень сильно побит ДК, прям 200 хитов у него остается. Очень классный Юмика в этой ситуации. Не то чтобы выкрутился, но он из нее достойно вышел. Архмак у него здоровый, Архмак получил девайс, закрепил он значительную часть точки, поубивал скелетов и еще успел с руки побить ДК, причем бил он больно, отчасти из-за того, что у него перчатки скорости и когти. То есть дэмэдж у Архмака там 20 где-то 6, средний 25, ну, еще там 6 когти и перчатки классно добавляют. Да, на втором левеле у него больше урон. 25-31 и плюс 9 когти. Класс. 7 рабов делают базу. Вижу, что в процессе исследования Т2 и щиты, что, в общем-то, логично, если мы собираемся сдерживать удар от финдов. Приходится тратить обычный койл, действительно, но до третьего левела еще очень долго. Только-только второй левел у ДК. Архмагу немного не хватает до вторых элементалей, тоже хотелось бы где-то кого-то подрезать. И появляется Лич. Там еще обсидианка в процессе. Придется потерпеть. А, слушайте, это не Т2 делалось, это нычка делалось. Сейчас только Т2. Я еще удивился, думаю, почему так быстро ему удалось. И базу он строит, и еще денег хватает. Накидывает Архмаг издалека, там, с руки фаерболы. Добивает скелетов. Но так он третий левел получить может быстро. Да хорошо, только одного крипа добил ДК. Сейчас могла быть ситуация, что ДК почти третий, а Архмаг... Ну, то есть обратная абсолютно ситуация. Еще один Койл, Дефенс и обсидианка появляется. Андыду будет попроще, но футмены есть, нычка работает, вышки делаются. Надо держаться. Держаться Юмика. Вообще Хуманов на турнире еще есть, да? Тиаша, Явса вспомнить можно. Поэтому Хуманов не жалко. А вот Андетт, он один. А то потом опять начнут говорить, что вот, опять. Дисбаланс, все дела. Как так? Наверное, нужно за 120 болезнь. Тем более, 3-4 дня назад, говорят, его девушка бросила. И он в расстроенных чувствах. Может быть, 10, 20, 50 тысяч долларов. Выигранные 120 вернут Тианг, ну, покажут, что она была не права. Представляете, как в Китае это там тоже 50 тысяч долларов. Это, там, можно небольшую деревню, наверное, купить. Но, представьте, обидно. Она, может, даже не знала, он там сидит за компом, тренируется. Две недели, она... она 120 миленький пойдем в парк погуляем у меня турнир что за турнир какое давай я хочу в кино ну и все и левает то есть вот он говорит что-то по-китайски нецензурное она левает а через неделю он с плюс 50 капна отличная история просто отличная мне хотелось бы посмотреть посмотреть на реакцию девушки которая после этого увидит его с чеком ладно что-то я отвлекся непосредственно от игры все что можно подрезать что все что бегает 120 подрезает минуснул двух футменов но защита весьма серьезная застройка такая классная обратите внимание еще на две лесопилки которые никакой функции но свои первичные функции не выполняют удалез никто не носят кроме только вот левого рабочего но самое главное что они не дают зайти на базу и классно отгораживают вышки пытается конечно юмика как-то отвлечь сейчас бежит архмак и и футмены непосредственно мы на такую-то алтарь там грядится вышки но особо вышки спирит по крайней мере урона сильно не наносят по футменам с дефенсом поэтому наверное не рубки было выгоднее строить такой ситуации довольно сильно пробит пробит экспант сверху midwagon стреляет накидывает грейд я вижу делать с бетон ой как мало хп а как мало хп тп вынужден делать юмика сверху сразу с маутон кингом влечает влетает молоток попытка окружения один финтам участвует из френдли в окружении лечу кажется тут никак не вы а дк там черт знает где потому что он же телепортировался есть молоток отличный влеча добивает 2 левела и кажется экспант выстоит еще блочит великолепный юмика господи юмика пощади ах еще один молоток на здесь койл 2 кое-как там обсидианки выхиливают без леча минус финт господи господи должна быть какая-то мужская солидарность такой такой ситуации он же наверняка в курсах проблемы мог бы и поддаться ну что ему денег что ли жалко видимо жалко закончилась мана в одной обсидианке на хилл мк мк пытается догонять мидвеган может быть получилось бы у него нет и третий левел и второй левел конечно второй левел но мидвеган это дорогой четырехлимитный юнит который который нужен его бы не строил наверное 120 если бы он не был нужен понимаете околид наверное да не уверен что там репея скорее тут землю он хотел накинуть хотя чини да чинить надо было чинить он же мидвегана чинить они обсидианки так и есть пытается отфокусить архмага менты выбегают ой койл это рискует он леча дать до леча поджимает есть еще на молоток койл есть ну кидай койл куда что его башен под икея он не мог всего короче блин такая беда до т.п. делать чего т.п. г.г. забей короче как бы он руки на себя не наложил после этого турнира ну пока пока 01 пока еще не все потеряно и зачем так унижать человека уже было понятно что убил но все ну хватит но успокойся юмика перестань чисто по-человечески некрасиво так нет надо обязательно ему забашить чтоб написал что-нибудь обидное в конце типа неудивлен почему тебя кинуло ну в общем надо заканчивать эту тему на ней можно долго спекулировать но шутки начинают повторяться и в конце концов на же варкрафт есть версия что юмика эта девушка точно нет точно нет или юмика мог написать угадай кафу ушла твоя бани вор говорит вариант фразы тоже после после того как выиграл твоя девушка сопротивлялась дольше но бы не вы конечно были циничны в этом вопросе бонич привет я слышал от бсп что у тебя все все хорошо ты вернулся варкрафт тебя вместе с варкрафтом к тебе вернулась популярность среди женщин если я не прав поправ пожалуйста не то что был ты до этого непопулярным но как бы когда ты играешь в лол тебя особо ничего не нужно кажется ну если я правильно понимаю моба игры да вот а тут как бы жизнь заиграла новыми красками игра хорошая и жизнь прекрасна так или нет в первом матче мю спир выиграл юмико еще одна хорошая карта под экспант только скорее под маутун кинга и экспант юмико слева желтенький красный 120 справа повторюсь это первый четверть финал плей-оффа возможно там что-то правильно идет но мы в любом случае это сейчас смотреть не будем и можно проиграть в принципе жизнь на этом не кончится пропускаем шутку но хотелось бы конечно выиграть для того чтобы не париться в лузерах может лузера это всегда плюс два тура это морально сложнее не стоит вспоминается слова с видео от как раз андрея соболева с одного из турниров московских кажется это было века вебе когда он говорил что я первый раз попал лузера это было так непривычно вот но собрался и выиграл 20 как как-то так цитата была было такое искреннее удивление что первый раз в бусерах такого со мной никогда не было первый опыт он такой да маутун кинг хочу интерстинг это же хуайлс это эхуайлс судя тут шрифт и я не надо не буду по поводу шрифта внутри там на сообщение в чате реагировать она ну просто шрифт он разный бывает даже в разных локализациях разный шрифт то есть в русской там был что-то вроде эрила в оригинальной другой в немецкой похоже что третий в китайской я боюсь даже представить какой там ну я помню какие там уроклифы наверняка там тоже начертания бывают иногда разные а калит рядышком готов перекупать если что жица лесных хотя против имки перекупать жица лесных троллей это такая аркада потому что первое что он получит в своей жизни когда выйдет из лагеря это молоток а учитывая то что вокруг огромное количество футменов и ополченцев это наверное и последнее что он получит в своей жизни поэтому единственный смысл брать жица лесных троллей только для того чтобы он не достался им к только по этой логике или попытаться его купить до того как а уже все уже а калита нет нерубка делается на мэне койл интересно ну учитывая то что у него фулу фул мана он до следующего койла восстановит какое-то количество манки поэтому смысл в таком койле он действительно есть возможно он действительно не будет на мерку бежать побежит сразу на эксп вот так вот прикольно да он сейчас специально разбудил ну то есть сагрил крипов для того чтобы bloodlust накинули раньше на самом деле это контриться просто бережишь на лагере наемников сначала и ну и не бежишь просто сначала на x bloodlust спадет мана регенции так быстро как спадет 2 bloodlust за за 80 маны или за 100 там кажется по 40 это все-таки замах молотка но сам решил не кидать молоток было это видно да вроде а vision может быть кстати ночью поменьше да очень опасный момент очень важно да только один bloodlust видите остался так что этот мув от андеда он в минус сыграл скелет подсвечивает мк выходит встречает вообще тут очень сложно именно именно деке очень сложно здесь что-то сделать но как-то ой окружил еще вот тебе и постелил крипов но еще раз повторюсь он был здесь в позиции слабого потому что дэмэджи на поле больше у хумана ему в принципе не нужно находиться им кое рядом с крипами для того чтобы крепится то есть менты с футменами на этой карте легко справляются с несчастными троллями и огром то есть по сути в тот момент когда дк должен кидать ты просто кидаешь не молоток и он стоит отдыхать полторы секунды этого времени вполне хватит чтобы снести те самые 100 хитов у нужного юнита поэтому это андеду нужно что-то нечеловеческое вытворять для того чтобы или грубо ошибаться хумана чтобы он там чтобы дк закайлил но надо дать все-таки юмико должное что он не просто не дал деке кинуть койл но еще и своевременное окружение произвел и почти 3 левел мк дк правда сейчас может застелить большого они дк вообще в другом месте это по центру там юнит то ли скелет то ли еще кто-то на разведке третий левел а и еще девайс классно да можно сразу прожимать его хотим соточка не не стоит не стоит ты же не знаешь что же когда придется кидать молоток можно прийти попробовать и колитов поубивать там играет на т3 не делается будет т2 поэтому не столько критично убийство околита так как во время грейта например ухо какой почувствую себя блэйд мастер называется мк врывается в на marketplace берет берет бутылёк большой телепортируется сейчас нужно пот конечно поражать реплэш пункт него и жизни нет и моды нет он почему-то не торопится экономный очень интенсивный криппинг у эмика реген отличный тоже очень хорошо потому что повторюсь одна из проблем эмки как раз в том что хило не так много то есть тебе нужно паладина ждать престолов ждать архмакта хоть на кони может ускакать да и ты один а может быть он вообще не будет делать закупаться в лагере наемников и кто момент как андет придет встретил и веселым лимитом 50 с четвертым тир до ваше два барака отлично как старые добрые времена два барака рифлы нова еще класс не обязательно рифлы главное чтоб идет продакшн на t1 нам технологии не нужны у нас есть молоток и тролли под боком странное место для магазина выбрала гимика и за это быстро поплатился магазин устанавливается в не менее странном месте что его от финдов не прикрывают туретки но смысле башни далеко слишком стоят он не поместился бы в другом месте мк побежал вместе с футменами видимо на мэйн есть персональный телепорт купил свиток хорош хорош вот вопрос там т3 делается не делается не делается на делается мид вэгон и финн дефенс почти готов три вышки в процессе да и пошел грейт на кип мк врывается тут же ретаргет с главного здания гули начинает убивать ну да почему нет придется их все равно восстанавливать а почему он не решил не надо валить надо валить о прикольно валит но зато находится в такой такой позиции что большинство большинство андэдовских юнитов по нему тупо не достают минус несколько колитов тут не несколько тут минус все колита можно сделать два колита осталось один колит эти как неприятно деду там товарищ и x поставил и экономику просто внули убил сейчас нужно мало того что ты должен восстанавливать колитов они там по 15 по секунд пять штук ты потеряешь соответственно минуту ну там где-то наверное голды 300 ты теряешь только на том что не добываешь плюс еще столько же 300 ты теряешь на том что а колитов тупо достраиваешь и при всем при этом ты и до этого находился в минусе то есть и хиту этого получал два раза меньше голды чем товарищ тоже примите 50 но с двумя базами это классно очень хорошему повторить бы это башь опять пропирает очень хорошо вышки сейчас поставлены агрессивно три штуки впереди рабочий не справляет тут же начинает делать такой наглец молоток башь сверху ой сзади сзади мерки идут да уж лучше шел бы куда шел и пошла атака в кого в деку хиндов плеча хиндов плеча леча 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 лечи отлично опять 25 там всего на один койл это такой провал плечи умрет так как тут выжить минус лич амката на половину 5 ну должен быть вот так вот уже по ощущениям еще молоток хила нет хотя ментов отпустила сейчас минус финт ох там еще минус смит веган такой он дерзкий а сколько там до пятого то левел осталось тут три с половиной дк опять башь еще окружение на обсидианку великолепно и персональный телепорт персональный телепорт скорее всего клавки мана закончилась скорее всего так сейчас бутылек маны паладин дк приходит там почти пятый мк с регене щас еще менты пришли еще мк уже закупился маной три молотка в этом дк тп нет забей в общем забей надо было идти в парк все равно проиграл еще молоток на тебя до свидания в лузерах будет пробираться 120 гиги просто изи изи классно пойду заливать эту игру